Микс Ньюс Программа «Разворот» в прямом эфире. Здравствуйте, меня зовут Андрей Илья Шкевич, звукорежиссер Евгений Копеин, гость сегодняшней программы, глава Латвийской Федерации Плавания Айвор Платонов. Здравствуйте. Добрый день. Да, и поговорим мы сегодня в первую очередь о безопасности на воде, темами, которые актуализируются, можно сказать, каждое лето, а может быть, в принципе, популярности по ходу всего года не спадает. Ну, насколько я понимаю, дела по-прежнему не то чтобы хороши, и Латвия лидирует, является таким антилидером по всему Евросоюзу по количеству утопленников, купальщиков. Правильно ли я понимаю? К сожалению, да, все правильно, и, как вы сказали, это, в принципе, вопрос не только к лету, что в Латвии люди тонут весь год, да, конечно. Но лето это, наверное, самое... Да, лето, ну, в принципе, если мы смотрим прошлый год, тогда, да, там очень было видно, что вот примерно, там, по-моему, 70% утонули именно летом. Но если мы смотрим раньше, даты, там, 16-15 год, тогда интересно, что половина тонула зимой или осенью, потому что у нас много... Это рыбаки, которые по леду ходят, но это большая проблема, в принципе. Проваливаются под лед. Да, да. Ну, в прошлом году, насколько я понимаю, 124 жителей Латвии утонули, такая статистика. Да. Ну, официально, я имею в виду. В принципе, она, ну, там, плюс-минус один человек, может быть, да, это реальные цифры, и это, ну, может, кому-то кажется мало, но надо понимать, что мы вообще страна маленькая. У нас меньше 2-2 миллиона людей живут, и чтобы сравнивать с другими странами, мы должны считать на 100 тысяч жителей, сколько у нас тонут, да. Тогда в среднем у нас 6,5, 6,7 человек на 100 тысяч, да. И по сравнению с Финландией, в Финландии там 1,2, 3,1,5, ну, так примерно, да. В Великобритании ниже, чем один человек на 100 тысяч тонн, да. Это получается, что даже 10 раз больше у нас тонут, чем в других странах. Но если эту динамику смотреть за последние, ну, скажем, 10, может быть, больше лет, все-таки количество уменьшается, вот, утопленников? Ну, не видно такой тенденции, к сожалению. Видно, что бывает года, когда меньше, ну, в принципе, в среднем он всегда остается больше, чем 6 человек на 100 тысяч. И это очень много, и это очень, очень, как сказать, печально, скажем так. Потому что мы видим то же самое на безопасности на дорогах, мы стремительно работаем на том, чтобы уменьшить количество погибших. И это получается. Ну, вот, если мы смотрим на безопасность на воде, тогда, в принципе, ничего не делаем, как государство, да, вот, под этому вопросу. И поэтому статистика, в принципе, не меняется. Ну, да, вот я хотел про дорожные краз дела сказать, потому что это тоже давняя такая проблема. Латвия тоже была в антилидерах по Евросоюзу раньше. И как-то за это взялись, и вот очень много социальных компаний, ЦСДД тоже проводят, да, дорожная полиция. И, кажется, ситуация все-таки в лучшую сторону меняется. То есть уже лига таких черных, как это было там 15-20 лет назад, их уже нет. А в этой области почему этого не происходит? То есть ГПСС, я так понимаю, ну, пожарная служба должна в первую очередь этим заниматься? Ну, в принципе, нет. Пожарная служба, они только... Ну, спасатели имею в виду. Да, ну, они уже, понимаете, плавание или безопасность на воде, он, во-первых, такой, такая, ну, отрасль, где все зависит от самого человека. Потому что если ты начинаешь тонуть, тебя уже, в принципе, не спасти. На дороге тоже, в принципе, если ты садишься пьяным за руль. Да, да, поэтому тут спасательная служба, они только приезжают чаще всего и ищут уже утопленников, да, к сожалению. Ну, и то же самое на безопасности на дорогах, это самое главное, и самое первое, что мы должны делать, это превентивные мероприятия. Вот, обучение, образование, какие-то меры безопасности сделать там посерьезнее, построгие какие-то условия, если ты перевешаешь эти, ну, требования. Например, да, правило, вот если ты не пристягиваешь, у тебя там уже штраф приходится, да, а если ты отдыхаешь на лодке и тебя нету... Жилета. Да, вот, например, да, тогда у тебя, в принципе, никто за это тебя не страшует. То есть вы считаете, что нужно какие-то наказания или водителя ужесточать? В том числе, в том числе, да, это, в принципе, это такой большой объем работы, который мы, как страна, должны делать, во-первых, да, как я сказал, это обучение и образование, во-вторых, мы должны понимать, что чем больше у нас будет официальных, хороших мест, где отдыхать у воды, это как, это пляжи официальные, да, тогда меньше люди пойдут плавать в таких местах, которые опасные, да, где больше рисков и где больше шансов, что там возникнут какие-то проблемы и, может быть, он его... Но вот если говорить про превентивные меры и вот эти социальные кампании, которые, например, ЦСДД активно проводят, ну, какой-то информационный шум, скажем так, да, ваша федерация могла бы этим заниматься? Почему вы этим не занимаетесь? Ну, в принципе, мы спортивная организация, мы спортивная федерация, и наше задание по всему закону, по составу нашей организации и по уставу нашей организации, мы должны заниматься спортом, во-первых, да, и обучением спортивных групп, да, обучением тренеров, которые занимаются спортом. А безопасность на воде, это, в принципе, такой, ну, мы это делаем, потому что мы чувствуем, что это наше дело, и никто другой это не делает, но, в принципе, это не пригласно. Если ГПСС уже по факту выезжает, вы, ну, понятно, это действительно спортивная организация в большей степени, есть много соревнований и прочих дел, а кто тогда должен заниматься вот этой безопасностью? Полиция? Опять мы должны брать пример от дорожных проблем, да, и там у них есть ЦСДД, который не только делает техосмотр или принимает какие-то законы, ну, не принимает, а разработает какие-то идеи, как улучшить безопасность. Но у них вот есть специальная такая рабочая группа, которая состоит из ЦСДД, из полиции, из работников министерств разных, и они вместе делают план на 4 года, как нам улучшить ситуацию на дорогах, да, и это вот, эта рабочая группа тогда ответственна за, в принципе, за безопасность на дорогах. И у них есть свой план работы на 4 года, у них есть свой бюджет, который они тратят на эти мероприятия, и, в принципе, тогда все вот эти компании, да, вот там какие-то рейды, еще какие-то изменения вот инфраструктуры, они все это и делают. Но вот, в принципе, на безопасность в воде тоже должна была быть какая-то такая... Тоже это дирекция безопасности на воде, вы думаете? Может, нет дирекция, но какая-то группа, где собираются люди, эксперты конкретной проблемы, вот, например, Федерация плавания, спасательные службы, Министерство образования, Министерство здорового хранения, Министерство внутренних дел, Министерство экономик, потому что они ответственны за инфраструктуру, например, строительство бассейнов и так далее. Вот все эти эксперты должны присесть за одном столом и разработать какой-то план, что мы должны делать, чтобы улучшить ситуацию. Вы такую идею подавали как-то, вот, я имею в виду, может быть, не на устном уровне, а вот именно так, на более каком-то формальном, официальном? Да, мы пару раз обращались и в Министерство образования, и Сейму, там, комиссиям по... сейчас не скажу, как она называется, но мы как бы предлагали делать такие вещи, которые... ну, или сделать такую группу, которая тогда бы работала на улучшении ситуации. Ну, к сожалению, пока еще мы не получили отзывы от других стран. Ну, мы сейчас написали один проект, получили финансирование на развитие такой группы, и вот в этом году мы собираемся такой проект сделать, да. Посмотрим, как получится, потому что мы как федерация готовы работать и делать эту работу, но готовы ли чиновники министерства присоединиться нам, это большой вопрос. Ну, вот, если говорить про вот это вот печальное положение Латвии, действительно, она вот последняя в Евросоюзе, и, если так брать, кто вообще в конце этого вот списка антирейтинга, так называемого, это вот наш регион, или это чисто вот латвийская такая история, и, например, у соседей уже дела получше идут? Ну, по количеству утонувших, да, мы и Литва лидеры всей Европы, в Эстонии ситуация получше, в Скандинавии вообще намного лучшей ситуации, но мы должны иметь в виду, что Скандинавия работает над этим вопросом, да, и то, что мы видим, и эстонцы, и литовцы уже тоже последние 4 года очень усердно работают, У них есть государственное финансирование на эти мероприятия, у них есть школьные программы для обучения плавания, которые включают не только спортивное плавание, а, во-первых, безопасность на воде. Они учатся плавать, находиться в воде, и меры безопасности на воде. Они учатся, ну, как бы, распознавать факторы, когда опасно идти плавать, когда можно идти плавать, они учатся реагировать и, ну, вести себя в разных стрессовых ситуациях, например, если там судороги начинаются, или ты где-то там посередине озера устал и не можешь больше поплавать, они учат в школах уже, как себя вести в таких ситуациях. И это очень важно, потому что, когда человек уже взрослый, он, если у него есть эти навыки, он чаще всего не... — Не оказывается в этой ситуации, да? — Да, да. — Но вот, опять же, если возвращаться к причинам, в этом основная причина, что люди просто не обучены, или это какой-то комплекс причин? Может быть, у нас, не знаю, там, географическое положение какое-то особенное, много озер, много водоемов? — Ну да, я часто слышу, что в Латвии, как мы начинаем говорить о безопасности на воде, все, ну, не все, но очень часто, есть сразу вот обратные ответы, ну, да, что мы поделать, у нас намного больше воды, чем в других странах, или это все только потому, что у нас жаркое лето, да, но, понимаете, мы не можем это менять, у нас, если лето, может, и будет еще жарше и длиннее, да, и водообъемы меньше не станут, да, это мы должны просто принять это как есть и думать, как улучшиться эту ситуацию, потому что... И у нас нету такой, в принципе, не уникальная страна, да, если посмотреть Хорватия, да, Италия, там много, даже в Финляндии очень много озеров, да, и это у нас нету, что такое уникальное, что в других странах нету такой ситуации, это много говорит, что, ну, главная причина – это алкоголь, да, почему люди тонут. Ну, знаете, это по всей Европе, по всему миру статистика примерно одинаковая, половина людей, из которых утонут, они были, ползывали алкоголь, да, и, ну, в принципе, если в той же самой Великобритании тоже каждый второй, который утонул, был в опенении, да, и Латвии, тогда у нас бы тоже надо было в общее количество быть намного меньше. Это один из факторов, который увещает риск, да, ну, в принципе, тогда получается, если там пинеют, ну, пользуют алкоголь, и у нас пользуют алкоголь, но... Почему у нас больше? Да, почему у нас больше, да, и это понятно, что мы должны искать ответы в других местах, да. Ну, действительно, вот, большая половина населения Латвик, опрошенных, насколько я понимаю, признается в том, что плавать они так полноценно не умеют. Просто я с удивлением обнаружил там какие-то цифры, что-то вроде 64 процентов. В принципе, 30 процентов говорит, что они плавают либо хорошо, либо очень хорошо. Из этих, если мы смотрим очень хорошо, тогда там только 6 процентов из всей населения говорит, что они очень хорошо плавают, но все-таки даже 30 процентов, которые говорят, ну, я хорошо плаваю, да. Еще вопрос, что мы понимаем под ответом, я хорошо плаваю, потому что один считает, что если он может зайти в озеро, например, там, ну, держаться на 2 минуту, да, тогда он хороший плавец, да. И поэтому мы должны сделать какую-то, ну, дефиницию, что мы понимаем со словами, я хорошо плаваю. Ну, оптимальное, оптимальное такое вот. Мы сейчас берем, ну, как Федерация плавания, мы предлагаем не самим придумывать что-то, а брать пример из Скандинавии. У них дефиниция такая, что ты умеешь плавать, если ты можешь проплыть 200 метров без остановки, в том числе 50 метров на спине, да, и просто проплыть не на какое-то время. Да, просто, не на скорость, но проплыть. И там очень важно, что ты плывешь, вот, например, эти 150 метров в вольном стиле, как хочешь, и 50 можешь спокойно проплыть, лежа на спине, да. И это очень важно, когда ты устаешь, и ты можешь находиться на спине. Сейчас, конечно, Скандинавия усложняет эту дефиницию. Ну, если мы остаёмся на этой дефиниции, тогда в Скандинавии эта критерия может выполнить 80, даже 90 процентов людей, да. 200 метров. Да. У нас в Латвии, ну, я сомневаюсь, что даже эти 30 процентов могут это сделать, да. Я бы сказал, что в конце, если бы каждому из этих людей спросили бы, ну, хорошо, ты говоришь, ты умеешь, покажи сейчас, пожалуйста. Я думаю, мы уже, ну, потеряли бы еще 10 процентов, да. И это очень слабый показатель. Ещё сейчас коротко о статистике. Вот если смотреть, я так тоже удивился, что наибольшее, если по регионам латвийским смотреть, наибольшее количество видзема всё-таки. Я думал, что будет Латгало, там традиционно всегда и дела похуже, и озёр там, собственно, больше. Но это всё-таки видзема. В принципе, Латгало всегда лидерах, да, видзема… Вы антилидер, вы имеете в виду? Да, антилидерах, да. Конечно, как я вначале говорил, каждый год чуточку ситуацию меняется, и там трудно сказать, почему это. Ну, если мы смотрим за последние 10 лет, да, тогда всегда самая худшая статистика в Латгале и этот регион вокруг Риги, Пиа-Ригана, да. Ну, тут у нас очень много в Риге, и вокруг Риги очень много жителей, и поэтому, в принципе, это понятно, что там и больше всего людей тонут. Но так, если смотреть видзем, обычно у них даже, ну, меньше, чем в среднем. Да, вот оно. Сейчас небольшой перерыв, и очень скоро мы вернёмся. Продолжаем разворот. Глава Латвийской Федерации плавания Айвар Платонов у нас сегодня в костях. Мы говорим о безопасности на воде. Статистика у нас по-прежнему печальная. Мы лидируем во всём Евросоюзе по количеству утопленников. Вот каждое лето, несмотря на то, что каждое лето, в принципе, вот говорим, и вас в том числе приглашаем уже тоже не первый раз. Но вот, а можно ли такое провести параллель? Вы всё-таки в первую очередь спортом занимаетесь. Может быть, сам плавание как спорт у нас недостаточно популярно. В принципе, у нас нельзя сказать, что этот вид спорта, он какой-то там, наверное, успешный. Есть, конечно, безусловно, определённые победы и достижения, но сравнивать с хоккеем это вообще, наверное, не нужно. Но даже с мотокроссом, наверное, всё-таки плавание немножко пониже будет. Ну, знаете, тут, в принципе, мы должны разделить спорт и плавание как умения для жизни, какие-то навыки для жизни, которые... Ну, я имею в виду, извините, я имею в виду, если бы вдруг был какой-то прорыв, то потянулись бы, например, там дети, молодёжь, родители заинтересовались, и за этот счёт навык бы тоже как-то стал бы лучше. Ну, в принципе, если мы смотрим тоже другие опросы, да, вот по какими видами спорта человек занимается в нашей стране, тогда плавание, в принципе, один из самых популярных, да, по-моему, даже второй или третий популярный вид спорта, с которым занимаются обычные люди. Ну, вот не спортсмены, а вот взрослые люди. Ну, тут важно понимать, что то, что ты идёшь в бассейн покупаться, это не значит, что ты хороший плавец, да, и это совсем не значит то, что ты тоже сможешь безопасно найти на открытых водоёмах, да, это должно быть обучено. И когда мы задавали вопросу тоже у населения, вот, а где вы научились плавать, да, тогда чаще всего люди говорят от родителей, от друзей, да, сам научился, да, и только, по-моему, было 13-15% говорят, что они в школах или каких-то... ну, в группах учились плавать, ну, какая-то организация их обучала, или тренер, или учитель, да, и это очень мало. И тут очень важно, чтобы Министерство образования это поняло, Министерство здравоохранения это поняло, и видели какие-то, ну, ресурсы на обучение в школах, именно обучение в школах, да, и не спортивное обучение в школах, а вот обучение плавания как один способ, то же самое, как обучение на дорогах, без здоровоохранения и так далее. Это должно быть, в принципе, в школьной программе, и тогда бы нам все дети научились плавать, они выросли взрослыми, они бы поняли, что это важно, что кто-то им, их детям учил плавать, а не сам, я родитель, сейчас научу своим детям плавать, и тогда чаще всего ребенок думает, да, папа сказал, что я хороший плавить, и я сейчас попробую перейти до озера, да, ну, это, ну, даже… Неразумно. Очень неразумно, да. Ну, а какова сейчас ситуация, то есть в программе школьной плавания нет, при этом, насколько я знаю, ну, я, например, закончил школу 10 лет назад, у меня плавания не было, ну, видимо, в силу того, что просто у моей школы не было, инфраструктуры соответствующей, у некоторых это плавание было. Как сейчас обстоят с этим дела? Да, конечно, можно всегда говорить, что не хватает бассейнов, нету где учиться плавать, но то же самое смотрим в Литву, Эстонию, у них бассейнов даже меньше, чем у нас в Латвии, да, но тут важно начинать, тогда хорошо, есть регионы, где нет бассейнов, где там не сделаем, но давайте начинаем тогда с теми, где есть бассейны, где мы можем обучиться плаванию. В принципе, у нас, я бы сказал, мы можем обучить плаванию примерно 70, даже 80% населения, и это очень много, это хватает. У нас проблемы там… Ну, за счет выездных каких-то, да, занятий? Ну, смотрите, в Риге и Периге тут везде бассейны есть, да, хорошо, в Риге не хватает бассейнов, их мало. Нет, ну, школ очень много, но не у каждой школы есть бассейны. Да, ну, бассейны тоже не хватает, да, но это все равно можно сделать, а вокруг Риги, вот, Ада же, Стопени, Баби, Текова, везде есть бассейны, да, и там, как бы, самоуправление начинает обучать своих детей. Ну, тут уже второй вопрос, как они обучают, сколько они учат плавать, это не хватает там 10 занятий за год, это должно быть, я бы сказал, 36 уроков за год и 3-4 года, да. Тогда мы можем сказать, да, он научился, все, что ему надо научиться, и дальше он уже есть, ему нравится плавание, он идет в спортивные группы и занимается. То есть, два раза в месяц где-то? Ну, без учета лета, наверное. Два раза в неделю, в принципе, два, ну, хорошо. Два раза в неделю, это, наверное, нереально, конечно. Ну, хорошо, раз в неделю, но это минимум, раз в неделю это минимум, да. Я слыхал такие, что школы едут 12 раз в год на обучение плавания, один год, и больше не едут, и они считают, что вот меньше раз научили. Это курс молодого бойца, да? Ну, это, в принципе, они научились помидеться в душах, хигиенную какую-то, и зайти в воду. В принципе, за 12 часов больше ничего не научишь. При этом вы тоже часто говорите о том, что очень важно начинать эти занятия как можно раньше, с детского сада, потому что там есть психологические моменты. Кстати, вот психологические моменты тоже достаточно интересные, потому что вода, получается, с ней так от крайности к крайности. Есть люди, которые боятся, и это тоже так не совсем адекватно, они боятся даже подступиться к этой воде. А другие, знаете, вот из серии «Подержи мое пиво, сейчас покажу, как я умею». Это две таких противоположности каких-то. Ну, да, ну, я думаю, это как и со всем другим, да, и есть люди, которые боятся сесть в автобус, и пешком все время идет. Ну, в принципе, конечно, если чем раньше мы не начинаем обучение, тем больше шансов нам, в принципе, влиять на это психологическое мышление, что такая вода, это опасно, не опасно, что я могу так делать, что я не могу делать. И тоже, опять, смотря на других странах, они видят, что уже сейчас второй, третий класс в школах, они слишком уже, каутра ясна, стеряются друг от друга, поэтому они уже начинают обучение раньше, когда дети уже… Открыты. Да, в садике учатся, тогда им, в принципе, все без разницы, да, они делают, что им говорить делать, и они, в принципе, чаще всего и не имеют такой страх. То есть потом вот эти дети постепенно, они уже стеснение преодолевают, да? Да, ну, потому что, не, ну, раз уже пубертит, раньше начинается, да, поэтому мы должны все обучить это плавание, закончить до этого возраста, да, и тогда, в принципе, нету никаких проблем. Если мы начинаем, вот, скажем, в последней группе садиков и заканчиваем в третьем классе, ну, или в втором классе, очень хорошая программа обучения, и тогда ребенок уже все умеет, и когда он… у него меняются вот эти… Ну, особенности вовведения психологии, да? Да, когда мальчик начинает стесняться девочек, тогда это уже, им не обязательно идти в бассейн. Причем, насколько я понимаю, в Скандинавии пошли еще дальше, и там даже занятия происходят некоторые, ну, видимо, не постоянно дополнительные в одежде, чтобы создать какие-то естественные условия для, там, вот ситуации, когда человек тонет или что-то в этом, ну, в этом роде. Да, это правда, ну, потому что, опять, статистика, да, если у нас вот в прошлом году утонуло 124 человека, 99% из них утонули открытых в водообъемах, да, это люди не тонут в бассейнах, ну, тонут, но очень-очень-очень редко, да. Это, в принципе, мы должны понимать, если мы учим им плавать в бассейне, это не то же самое, что идти плавать в море, озерах, в реках и так далее. Поэтому, да, Скандинавия, другие страны, они проводят обучение в бассейнах, но всегда, вот, когда начинается летний сезон, они проводят специальные обучения открытых в водообъемах и в том числе в одежде, что тоже очень важно. Если ты попадаешь в одежду, это дополнительный вес, дополнительные сложности, и ты должен просто понимать, какая это ситуация, как в ней реагировать и что делать в таких случаях. И это, конечно, лучше всего обучать. Я видел, что у нас был звонок, сейчас вот не звонят, пожалуйста, не стесняйтесь, 672-12-93-9, 672-13-93-9. Наденьте наушники, есть у нас звонок. Да, пожалуйста, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Не знаю, что знали, не обсуждали по поводу животребещущей темы для меня. Четыре детей разного возраста, ученики школы. И констатирую к своему расстройству, что отсутствует система советского воспитания плавания, когда мы, допустим, в школах в обязательном порядке ходили в бассейн, в бассейн, в кипсула бассейн, нас водили пасом, бесплатно были специализированы тренера, которые обучали в обязательном порядке всех детей плавания. Это продолжалось на протяжении всего среднего класса обучения, с четвертого по восьмой класс. Сейчас этого ничего нет. Разного возраста у меня дети, никаких походов в бассейн, ничего нет. Только если хочешь, за свой счет, за деньги. Как вы думаете, может быть, это причиной того, что ухудшается ситуация с смертностью и с неумением плавать? Да, спасибо. Спасибо. Частично затронули, но вот еще раз сможем. Ну, да, конечно, так оно и есть. И очень печально, что, в принципе, это, если бы Министерство образования сказало, вот, мы, ладно, понимаю, это невозможно сделать как обязательную программу в школах. Ну, вот, хотя бы как-то стимулировать, чтобы школы проводили эти обучения плавания. Ну, например, они бы сказали, ладно, мы считали, что обучение одного ребенка на одно занятие стоит там 4 евро. Хорошо, мы вам даем 2 евро, и 2 евро дает самоуправление. И тогда самоуправление есть интерес. А так, конечно, если у нее своих бассейнов нет или не хватает, тогда она, ну, каждый считает деньги. И, конечно... А сейчас никакие самоуправления такую инициативу не вот проявляли? Нет, есть очень хорошие примеры, очень, Елгова, очень хороший пример, где всегда уже, не знаю, лет 30, 40, 50, не могу сказать, ну, даже сейчас они обучают каждого ребенка. Каждый у них учится плавать, у них есть своя школьная программа, по какой они учатся, и каждый ребенок в школах обучается. То же самое я знаю, что в Алмир происходит, да. Ну, как я уже раньше сказал, тут очень важно было бы тоже сделать, чтобы есть одинаковая программа обучения, одинаковые условия и одинаковые требования, чтобы мы знали, что каждый, вне зависимости от города, где он учился и жил, что он умеет проплыть те же самые 200 метров. Да, у нас, к сожалению, этого нет. Ну, вот если о министерстве говорить, вот приходят к нам спортсмены, тоже главы федерации, был глава баскебольного союза недавно, господин Воин сидел, мы с ним общались. Все как один говорят, что, ну, так, что министерство образования, в принципе, это министерство образования, и у него просто, ему не до спорта, и у него там дел хватает, все знаем, что у нас с образованием, да, происходит. Вы тоже согласны, что просто это министерство, оно и не занимается, и не особо возможности имеет заниматься вот этой отраслью? Ну, да, спорт под министерством образования, он там, в принципе, занимает очень-очень такую низкую позицию, и он там очень плохо живет, скажем так. Но опять, сейчас не говорим о спорте, это не спорт, это жизнь... Тем не менее, это я уже просто в целом... Ну, знаете, если бы министр образования понял, понял бы, какая же это проблема, и что именно министерство образования, это должно решаться не департамент спорта, да, и тогда бы, я думаю, может, что-то бы поменялось. Ну, я помню, там, пару лет назад был один министр образования, который сказал, по-моему, это то, что люди тонут, это не проблема. Я не вижу, что тут вообще... Ну, я кто сказал так. У нас выбора сейчас не будет. Ну, да, это был Вячеслав Добронский, который был там пару месяцев министр, да, и вот у него такой ответ, да, и были другие министры, которые сказали, да, это большая проблема, мы должны думать, как решать. Ну, опять министр поменяется, и все... Все заново. Да, все заново. И, к сожалению, такой движухи нет, и, конечно, тут, может, у нас не хватает таких сил лоббировать этот вопрос, как, например, там, хоккей или баскетбол идет и говорит, нам надо полмиллиона на проведение чемпионата Европы, да, или мира, без разницы, да, и у них это получается. Ну, все равно, это опять, это не наш вопрос, это не вопрос Федерации плавания, а именно вот министерств или даже Сейма. Кстати, мы говорили о рыбалке зимней, которая тоже вот способствует, в кавычках, этой статистике печальной, а что касается моржевания, тоже довольно распространенная такая активность, как к этому относитесь? Тоже по-своему плавание? Не, ну, это, я думаю, каждый выбирает, как он отдыхает, и есть люди, которые видят пользу от этого, у них улучшается здоровье, я не вижу там никакой проблемы. Проблема, когда это делается неразумно, да, и это то же самое на рыбалках, на лёде, то же самое. Если человек всё разумно это делает, берёт ум, что, как, какая ситуация, какой лёд и так далее, ну, это всё в порядке, да. А действительно ли, вот не знаю, насколько у вас осведомлены, но такая была тоже информация, что у нас вот официальные пляжи, это хорошо, когда они есть, но на них не хватает спасателей, или, ну, как их назвать, дежурных, ну, спасателей, в первую очередь. Ну, это тоже, знаете, очень такое, мы тоже говорили насчёт этого вопроса, проблемы даже публичные, что не только в пляжах не хватает, даже бассейнах, да, если мы смотрим, нет, спасателей, да, и если мы смотрим стандарт профессии, нету такой профессии в Латвии, как спасатель на воде, да, есть спасатель, который работает в Угде, да, есть спасатель, который ныряет под водой и так далее, но такой спасатель, как мы понимаем на английском Baywatch, да, или спасатель в бассейне, нету такой профессии даже, да, это означает тоже, что, ну, вот, на высшем уровне никто не считает, что кто-то должен за людьми письмать. То есть, спортивная академия не выпускает вот каких-то людей там? Там не надо спортивную академию, там хватает обучения 40 часов, скажем, может, больше, может, меньше, да, но практические занятия и все, но то, что, ну, это то же самое, как бы небо у нас такой профессии полицейской, да, ну, очень странно, да, а тут, тут, ну, нету, нету, что поделать, и это показывает, что на высших политических уровнях не понимаешь, что, ну, этот вопрос вообще кто-то должен решать и открывать. Ну, вот мы помним, два года назад, если не ошибаюсь, в 2017 году произошел это трагический случай в Энспилсе, когда четырехлетний мальчик утонул в бассейне, после этого что-то изменилось, довольно громкий случай, все его комментировали активно, и политики тоже, кажется, обратили внимание на эту отрасль тогда. Ну, знаете, политики всегда обращают внимание на актуальные темы, и подождет, проходит время, и они просто об этом забывают, к сожалению, и это случилось в этом случае. Там было, да, министерство, опять министерство образования, обещало там, ну, созвать какую-то профессиональную группу, которая будет там решать, применять, решать эти проблемы, применять какие-то новые условия, решения и так далее. Ну, за два года мы даже, по-моему, четыре раза писали письмо в министерстве и спрашивали, ну, когда же будет эта группа? Ну, к сожалению, так же ничего не произошло. Но при этом, насколько я помню, министерство образования поручило или обратилось к вам, чтобы вы разработали стандарт безопасности некий? Такое было? Такое не было, просто мы сказали, что, ну, надо такой стандарт, и они ответили, что, ну, да, давайте делайте какие-то стандарты, и пусть все их пользуются как рекомендации. Ну, мы уже тогда уже сделали такие стандарты, да, начинали делать. У нас есть эти стандарты, но тоже у этого стандарта нет никакой нормативной базы. Это просто книжка, которую, если кто-то хочет, он открывает и прочитал ее. Нет, но тем не менее это может быть основанием для того, чтобы люди потом там привлекались или к ответственности и так далее. Ну, понимаете, тут нигде не написано, что в бассейнах должен быть спасатель. Нигде не написано, что в пляжах должен быть спасатель. Может быть, в стандарте это могло быть написано? Мы написали, что надо, да, но это очень важно, чтобы он был или в законе, или, как это, ну, минус кабинетный нотайку мост, да. Это должно быть написано как обязательство, да, тогда от этого есть толка. А то, что мы написали, у нас есть книжка, да, плддроши.лв, там есть очень много рекомендаций, как руководить с бассейном, как обеспечить безопасность бассейнах, как улучшить безопасность на открытых водообъемах. Но это только, ну, это принципы, да, рекомендации, как, ну, от которых толка большого нет. Но когда произошел этот случай, сообщалось, что якобы занятия проходили без лицензии. Это что означает? Там, ну, в принципе, можно сказать, да, там так и было, что это образование интересов как бы должно быть лицензированного. Ну, нигде не написано, когда начинаете, да, там такие юридические споры. Я полностью согласен, что там были большие проблемы, и их надо было иметь в виду до этого и, конечно, и после этого, да. Но опять, что произошло, что одна государственная организация начала смотреть по буквам, да, вот так, у вас не должно, у вас нет литензии, да. А, в принципе, там, в принципе, не надо было у них литензии. Но это не меняет. Было у них литензии, я думаю, это ничего бы большого не меняло. А вот то, что если бы было где-то в законе написано, что там должен быть, ну, если там тренер заходит в воде, в бассейне, тогда второй должен находиться на… Ну, да, или система четырех глаз, да? Да, ну, например, или то, что никогда, ну, тебе запрещено позволять ребенку одному выходить из бассейна. Если один выходит, тогда у него какое-то сопровождение есть, или все выходят, да. Вот это должно быть как норматив, и тогда учитель понимает, что он должен делать, за что он отвечает. А так, в принципе, ну, у нас это… нету никаких таких стандартов, как должны проводиться обучения. И то же самое насчет отдыха в воде, то же самое. Пару минут остается, но давайте о спорте уж поговорим тогда все-таки. Федерация плавания. Вообще, как обстоят дела в латвийском плавании? Вот, и Олимпийские игры, в принципе, приближаются. Насколько я понимаю, вот Ева Малюк у нас одна из главных звезд, она очередной национальный рекорд обновила, да. Не так давно. Да, и в Еве много рекордов, да. И в прошлом году, и в этом году она продолжает участие, и свои, и другие достижения. Это в 15 или 16 лет? В 16 лет наступного, да. А на Олимпиаду она уже может отправляться? Или как это происходит? Каждый может, только должны выполнить нормативы. У нас сейчас в Латвии нет ни одного спортсмена, который бы выполнил нормативы. Ева тоже не досягивает? На Олимпийские игры нет, потому что нормативы очень высокие, да. Это надо понимать. И, ну, Ева не единственный спортсмен. У нас, в принципе, сейчас на чемпионат Юниорской Европы поехало 6 спортсменов. Завтра начинается в Казани. Будем смотреть. В прошлом году у нас Дидис Рудоу заявал серебро. На юниорском первенстве, как бы, большое достижение, да. Конечно, Ева будет участвовать. У нас есть и взрослые спортсмены, которые в июле, через 10 дней, поедем, сейчас тоже 6 спортсменов на чемпионат мира и будем следить, какие результаты. Но до Олимпийского норматива, вот так вот, если взять, там очень большой этот пробел или все-таки уже есть какие-то поступки? Там у нас плавание, да, есть два норматива. Б норматив и А норматив. Б норматив, в принципе, ничего не дает. Вот, да, если ты хочешь 100% поехать на Олимпиаду, ты должен выполнить А норматив. Ну и вот насколько близко мы к нему или все-таки далеко? У нас есть Кристина, Кристина Штейн, которая живет в Канаде, тренируется, живет в Канаде. Она ближе всех. И при этом она Латвию представляет? Да, она уже 4 года представляет Латвию, да. И, в принципе, она очень близко, чтобы выполнить А норматив. Но у остальных, к сожалению, еще надо работать. Ну вот сейчас прошел какое-то время назад, в марте, кажется, открытый чемпионат Латвии. Там вообще белорусы, я так понимаю, доминировали, собрали все награды. Ну, у белорусов сейчас очень-очень сильная плавательная школа. У них очень большая поддержка от президента белорусской страны. И они даже в мире собирают золотые и серебряные медали. Белорусские плавцы. Да, конечно, в Латвии у них соперников нет. А вот в сентябре прошлого года тоже такая тема была довольно громкая. Прошел этот ночной заплыв в рамках столетия Латвии. Там должен был рекорд Гиннесса побиться. Но не удалось его побить все-таки, насколько я понимаю. Хотя потом пошли разговоры о том, что бассейн другой... Да, актуальный рекорд, он установлен в 25-метровом бассейне. Мы плавали в 50-метровом бассейне. Это получается, все знают, пловцы, что длинная вода, она медленнее. Потому что меньше поворотов. И, в принципе, на каждые 100 метров можно убирать полторы секунды. А в чем рекорд должен был заключаться? 100 по 100. 100 человек плавает по 100 метров. Каждый может плыть только один раз и подряд, как эстафета. И мы должны были проплыть, я сейчас не скажу, по-моему, час 29 с чем-то. Мы проплыли час 30. И мы написали письмо на офис Гиннесс рекордов, чтобы они признали этот рекорд Гиннессов на 50-метровом бассейне. Но, в принципе, я могу сказать, что это еще в процессе. Мы не знаем, у нас нет негативного ответа, но и нет позитивного ответа. То есть вообще никакого ответа нет? Нет, они допросили дополнительную информацию. Но будем смотреть. Мы сейчас готовы ее. Ну, будем смотреть, как это закончится. А желание повторить что-то, придумать, я не знаю, в этом же формате или в другом? Это очень сложная работа, сложное занятие, потому что у нас тогда участвовали спортсмены из 12 государств. Их собрать, всех вместе. Ну, мы хотели бы, конечно, но не так скоро. А расстроились, когда время увидели? Время сразу было видно? Время было сразу видно, да. Но мы заранее уже знали, что, в принципе, не получится установить новый рекорд. Почему сразу знали? Ну, нам известны спортсмены, мы знаем их лучшие результаты. Ну, мы как бы, у нас чуточку были проблемы с составом, поменялся, поэтому уже нам было известно, что у нас не получится, что мы планировали. Ну, все равно, это самый лучший, самый быстрый результат стоп-постов на 50-метровом бассейне. Спасибо вам большое. Глава Латвийской Федерации плавания Айвар Платонов был у нас в гостях. Я Андрей Лешкевич, звукорежиссер Евгений Копеин. Спасибо и до свидания. Спасибо.